Россия устроила крупнейшую техногенную катастрофу в Европе со времен Чернобыльской аварии. Этноцид, вызванный уничтожением дамбы Каховского водохранилища, на самом деле будет иметь катастрофические последствия на десятилетия. Россияне заявляли на своих ток-шоу, что украинская энергетика должна быть уничтожена. Призывали бомбить электростанции, призывали уничтожать целые кварталы и города. И вот это произошло. Очевидно, что вина лежит только лишь на государстве-агрессоре. Взорвать эту дамбу, а я там был, просто сам был, стоял на этом мосту. Взорвать его с помощью каких-либо внешних ракет практически невозможно. Шесть гигантских железобетонных пролетов было уничтожено. Шесть, образовав, как вы видели, примерно 70-80 метров дыру в плотине. Это было сделано сознательно. До этого правительство Российской Федерации приняло специальное постановление, запрещающее расследование, конкретно в Запорожской области, расследование инцидентов на гидроэнергетике. То есть, узнать правду никто не сможет. Россия всегда врала по поводу таких инцидентов. Врала по поводу сбития Боинга MH17. Врала по поводу того, что не будет нападать на Украину буквально за несколько дней до нападения. Врала по поводу того, что не бомбит мирное население. И продолжает врать и сейчас. К этому надо относиться соответственно. Россия это глобальный террорист. Глобальный террорист. Следующий шаг, конечно, будет шантаж Запорожской атомной электростанции. И он уже начался, уже пошли заявления, что мы можем устроить и ядерную катастрофу, от которой, конечно, пострадает только Украина. Фактически будет загрязнена вся центральная Украина. Вы видели, сколько домов затоплено, и они не подлежат восстановлению. Видели, сколько погибло животных. Погибают люди. Спасатели работают день и ночь. Ну, а Россия будет гореть в аду за это. Что можно сказать?